Сегодня последний день, когда избиратели могут подать в любом избиркоме, МФЦ или на портале госуслуг заявление о голосовании на выборах президента России по месту пребывания, а не по месту регистрации. Напомним, одно из нововведений нынешнего голосования – это возможность поставить галочку в бюллетене вне своего участка и без открепительного удостоверения. Как это сделать, узнавала Саргалан Захарова. В день выбора, где будете голосовать? Можно проголосовать? Голосовать вне своего избирательного участка стало проще. Открепительные удостоверения канули в лету вместе с ними и траты денег и времени на проезд до места прописки. Одно дело, когда речь идет о перемещении внутри одного города и совершенно другое, если находишься в тысячах километрах от официального места проживания. Я лично проживаю в Новосибирске. Сейчас мне необходимо жить здесь, скажем так. И мне для того, чтобы прикрепиться заново к городу Якутску, можно прийти в МФЦ. Очень удобно, быстро, не надо тратить деньги на какие-то перелеты, переезды. Оформление через офисы многофункционального центра – один из способов подачи заявления. Прием начался еще 31 января. Для подачи такого заявления необходимо обратиться в ближайший офис с паспортом гражданина Российской Федерации, либо в период замены паспорта с временным удостоверением личности. Сейчас через МФЦ подано уже более 2000 заявлений. Занимает оформление услуги всего несколько минут. Главное – точно знать, где именно вы будете в день голосования. Закрепиться можно к ближайшему участку. Подтверждение специалист выдаст отрывной талон – альтернативу открепительному удостоверению. Также заявление можно подать в любую территориальную комиссию. Для Алексея Накентьева, студента 4-го курса Северо-Восточного университета, это уже не первые выборы. В прошлом году он принимал участие в голосовании за депутатов Государственной Думы страны. Тогда, в решающий день, ему пришлось выехать в Уссалданский Улус по прописке. Прописка получается в Барагонцах и всегда принимал участие именно там. Нужно было плачивать проезд. Там, получается, туда-обратно, получается, тысячи две. И немножко было неудобно, конечно. А в этом году диплом, выпускные госэкзамены, не до выездов. Нововведение оказалось как раз кстати. Подал заявку и уже прикрепился к избирательному участку Студгородка. Этим правом также, как и Алексей, воспользовались уже более 22 тысяч якутян. И это не предел, говорят в Центральной избирательной комиссии республики. Прогнозируют увеличение этого показателя до 25 тысяч. Достаточно востребованная она, да, такая процедура. И мы планируем, что к 18 марта таких людей будет еще больше. Мы хорошую явку ждем. Если говорить о явке, то по данным последних опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения, более до 70% интервьюеров уверены, что пойдут на выборы. Сомневаются, но больше склонны участвовать в голосовании 10%. Такое же количество людей еще не определилось и решит ближе к выборам. Всего 2,5% склоняются к варианту скорее непрямого участия, а вот уверены, что точно не пойдут 4%. И всего 1% опрошенных затруднился с ответом. Прием заявлений завершится уже 12 марта. Продолжение следует...